Медиагруппа «Авангард» представляет И поговорим о непосредственно подходах к построению соков в регионах То он достаточно своеобразный, разный и сильно меняется от региона к региону Основная проблематика регионов, как вы знаете, это, конечно же, проблема кадров Сегодня на Сокфоруме много говорили о гибридных моделях построения соков Когда органы исполнительной власти и коммерческие компании пытаются строить свой собственный сок О проблемах доверия к первой линии такого центра мониторинга О поддержке специалистов, возобновляемости кадров Даже если мы посмотрим на небольшой субъект, как федеральный округ Дальний Восток То там, как минимум, три разных решения центра мониторинга до настоящего времени реализованы На Сахалине построен свой центр мониторинга, он аккредитован на работу с госсопкой Имеет все сертификаты, но он построен на базе ГБУ СОЦИ Это Сахалинский областной центр информационных технологий, точнее информатизации В Хабаровском крае используется центр мониторинга В настоящее время контракт заключен с Ростелеком Солар И в Якутске заключен контракт по мониторингу на базе решения перспективного мониторинга Все они показывают примерно потребности закрываются и соответствуют государственным контрактам Но если смотреть на именно подходы, здесь зачастую ключевую роль играет самобытность То есть коллеги, когда строят СОК или пишут техническое задание на услуги мониторинга Они исходят из своего опыта И иногда этот опыт нерелевантен относительно последних тенденций И здесь возникает очень большой вопрос взаимодействия и профессионализма Тех, кто пишет техническое задание на построение центра мониторинга Или строит его с нуля Именно поэтому Ростелеком Солара зачастую идет в качестве экспертного сообщества Предоставляющих свои знания коллегам в регионах Для того, чтобы они могли оперировать последними знаниями Видеть какие-то последние подходы и строить свои центры мониторинга Или создавать технические задания на создание центров мониторинга На подключении в качестве сервиса Уже исходя из этой парадигмы А не базируясь только лишь на своем восприятии и опыте Вот это на самом деле основная проблема, которую я вижу на настоящий момент времени И которая достаточно успешно решается силами нашей компании Отлично Роман, скажите, пожалуйста Берем среднестатистическую компанию в регионе Которая хочет защитить себя, хочет создать СОК Либо воспользоваться услугами Что ей выгоднее, что ей правильнее С точки зрения финансов, с точки зрения уровня защиты будущей Создать собственный СОК Подключиться к вашему СОКу Либо к какому-то другому Где критерии, какие критерии, что выбрать Вы знаете, сегодня опять же в ходе пленарных дискуссий Нашей антипленарки Очень много говорилось о том, что нельзя строить защиту информации Исходя из одной технологии Всегда этот выбор обусловлен теми рисками, которые принимает на себя компания Если мы берем для себя коммерческую компанию И говорим о том, что это интернет-магазин, ритейл Конечно же, они оценивают свои риски Исходя из своего собственного оборота И той модели нарушителя, которую они для себя видят Зачастую, возможно, построение собственного СОКа для них будет дешевле Но это всегда будет завязано на персонале Не так много людей в регионах Обладают достаточными компетенциями для того, чтобы построить СОК Соответственно, если этот специалист по каким-то причинам Мигрирует, уезжает А что-то другое происходит И человек уходит из компании Вероятность того, что эффективная работа центра мониторинга Будет продолжена на должном уровне Не 100%, и даже далеко не 80, не 70 Здесь эта проблема никуда не уходит Поэтому, если вы ищете решение о стабильности Которое будет работать долгое время, гарантирован То, конечно же, это должен быть крупный интегратор, который не уйдет с рынка завтра Или по любому волшебному слову или мгновению волшебной палочки Если вы готовы вкладываться в обучение персонала Готовы вкладываться в развитие, создание, взаимодействовать с вузами Искать и менторство студентов То, возможно, вы сможете и построить собственный центр мониторинга Это не исключено Главное, опять же, не забывать о том, что то, что самобытно, не всегда правильно Могу ли я, представим, что я местная региональная компания Прийти к вам в региональный Ростелеком Солар И попросить у вас посчитать разные варианты построения сока Используем ваши инфраструктуры Может быть, вы мне поможете посчитать, сколько будет стоить сок С участием моих сил и средств И дальше я уже ориентируюсь на цифры На ваш опыт Возможно, у нас к тому времени появится опыт Прямо решение Или вы все-таки как-то по-другому действуете Ну, давайте так Ростелеком – это все-таки национальная у нас компания Которая присутствует во всех абсолютно федеральных округах В каждом федеральном округе у меня высажен десант Из наших директоров по развитию бизнеса Которые, конечно же, ответят на все вопросы вас, как региональной компании Более того, у меня много центров мониторинга нашей собственной компании Которые развернуты уже и функционируют в разных часовых поясах Начиная с Хабаровска, Нижний Новгород, Москва И дальше мы на этом не собираемся останавливаться Соответственно, у нас техническая база распределена также по территории всего нашего уважаемого государства И мы можем вам посчитать услугу с доступностью и оказанием 24 на 7 Это не будет для нас каким-то там чем-то очень сложным Более того, если вы решите построить все-таки собственный центр мониторинга У нас есть дополнительные услуги, которые позволяют вам посчитать Как будет развиваться строительство сока с учетом роудмэпов Передача всех игровых карт, с передачей функционал и требований С поэтапным перестроением и переходом на первую линию собственного сока Да, конечно же, мы можем посчитать и такой вариант И вы можете принять решение, исходя из стоимости или внешних каких-то факторов Которые влияют на принятие вами этого решения Отлично, то есть на любой кошелек, на любую задачу вы сможете помочь оказать необходимые услуги и просто поддержать Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok